Поясните мне, пожалуйста, каким образом вы приходите к выводу к следующему. Значит, это заключение эксперта страницы 66, пункт 5 на этой странице указывает. Значит, вывод указывает в этом странице. Представим на исследовании фрагмента файла. Фейнки Пукина, пункт 4, расположенного на временном отрезке от 0,0 минут 28 секунд по 0,0,45 секунды, имеющий следующее содержание. Фейнки Пукин утверждает, что нет цели оккупировать вставительские города, но во многих из них ведутся и велись уличные бои. Российские солдаты похищают, берут за органией главы местных администраций и создаются пророссийские органы власти. Населенные пункты пытаются округлить, по ним ведется официальная относительность. В этом предмете содержится информация о нелегативном месте цепи в Органах Северной Федерации, связанных с захватом, насильственным, держанием, исполнительным органам. Исполнительные власти на задних территориях Украины, целью формирования воярник России и органов власти. На этой территории использована форма утверждения Абхазии. Скажите, пожалуйста, а вот в данном фрагменте есть еще такая фраза. Населенные пункты пытаются окружить, по ним ведется прицельный огонь. В данном случае я не вижу разницы между тем, как выражено о том, что российские солдаты делают заложники главы местных администраций, и о том, что в населенных пунктах по ним ведется прицельный огонь. Вы делаете его, значит, только негативная информация, выраженная в форме утверждения, только в том, что берут заложники. В чем отличие между этими фразами, и почему вы не указываете, что ведется прицельный огонь по городам, по населенным пунктам? Почему вы не являетесь в этом фразе? Да. В чем разница понятия, что это противоречие, это противоречие, это противоречие. Есть объект, объективный субъект негативно коннистированного в действии, российские солдаты. Вот они все это делали, создают российские органы власти, точка. Дальше начинается следующее слава глоб. Населенные пункты пытаются отрыть, по ним ведет цельный огонь. Субъект, высказывая, отобщенный из конкурса, мы можем предположить, что этот судеб этого действия также является расистскими солдатами. Но в тексте никаких конкретных показаний на то, что этот обобщенный судеб является расистскими солдатами, это не следует. Поэтому здесь о негативных действиях именно в этом предложении, о негативных действиях в Совете вооруженных СССР, по моему мнению, речь не идет. И вот, например, в Мариуполе роддом разбомбили, и там были фотографии, и все видели эту картинку, и все этой картинкой проникли. Но одновременно в Мариуполе, среди прочего, среди других страшных вещей разбомбили гран-5, где было с обеих сторон написано «Дети», где было около 1500 человек. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к вам данному ответу, где здесь упоминание о вооруженных силах, и почему вы сделали вывод о том, что в данном фрагменте содержится информация о негативных действиях представителей вооруженных силах СССР, выраженная в форме подтверждения. Топак. 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 То есть, конкретно, какая из двух военизированных это делает, здесь очень понятно. В, даже, по сравнению с компаниями, нужно обратиться к компаниям. И, во-вторых, из характеристик и масштаба предпринимаемых эффективных действий. То есть, стрелковое оружие – это один масштаб, и человек, который держит его, может быть, как вооруженный социал вооруженностью. Поставить какой-либо другой воориентированный клуб. Ракетный удар наносится другими воориентированными структурами нашей семьи. И, по-моему, потому что вооружение системы. Да? Вот такого примера. Вы, искать тексты, сейчас делаете вирус, что в любом случае Гранд театр и Ронтон разрушили российские вооруженные силы. Потому что, я так понимаю, что других альтернатив у вас нет, поэтому вы указали, что речь идет о партии. Правильно? Или нет? Да. 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 Вы понимаете, что это фрагмент. Конечно. Не анонс. Да? Да. То есть, инициатор привел интересующий его фрагмент. То есть, в другой других частях этого аудиофайла, то, что является контекстом, да, в окружении данного фрагмента, содержится показательного удобной ситуации. Да. Почему это вот, то, что вы сейчас говорите, почему у вас такое заключение? Почему вы не объясняете? В следовательной части вот то, что вы сейчас не поясняете. Вы не должны были это. У меня бы не было такого вопроса, если вы это указали ранее. Хорошо. Для обычного человека это совершенно очевидно. Я читал разные интервью. Они сейчас находят телефоны, с обтрубкой с телефонами, телефоны, которые они снимали, значит, и на эти телефоны они снимали. И я думаю, что это скоро скоро. То есть, он сам этих телефонов в глаза не видел, но он читал про эти телефоны интервью. Вот в чем факт здесь. Нет? Разбедите меня, пожалуйста, если есть возможность. Он читал о том, что привел интересующий фрагмент находится в телефоне, который им не принадлежал. Дальше? Дальше. Прямой связи о том, что… Нет. То есть, либо это его какая-то домысел, либо он пытается информацию исказить. Он говорит о том, что эти телефоны они обнимают. То есть, а телефоны… Украинские военные находят трупы с телефонами, которые не принадлежат российским солдатам. То есть, не по каким-то признакам. Не знаю, по наличию фотографий в телефоне. Чего по чему-то определяешь? Да, у него телефон. Обычный человек может… Вот, в частности, по отношению к лингвистике, я совершенно обычный. Я читаю этот фрагмент, совершенно ясно понимая, что про телефоны и про то, что кто там что снимал, ему, этому человеку, который речь прямая речь, ему известно из разных интервью украинских военных. Потому что он… И другое-другое пишет. Я думаю, мы в ближайшее время увидим еще какие-то кадры, которые даже после того, чтобы увидеть, нас поройтят. И вот он сразу переходит к этому интервью, и все это логически друг за другом все фразы цепляется. И они видят никаких вот причин вот этой точкой, как у вас там, и тут разделять и отделять одно от другого. Прямая речь, там, на этом файлинге спокойно, она прямо воспринимается, что конкретно в проекте я из этого интервью и узнал, что и в телефонах что-то есть, и скорость, и он дальше, в конце концов. Смотрите, здесь ситуация, с одной стороны, вроде как очевидная, но почему приходит к такому мнению, не очень понятно. Потому что, если причина следствия, должно быть какие-то формально дискуссированные средства выражения этой находит телефоны солдат, которые им не принадлежат. То есть сама интервью ситуация, да? Принцип военный находит труп солдата, так, с телефоном чужим. То есть из этого они сведуют, что телефон был отобран, да? Ничто не указывает на то, что телефон был получен и у него такой консистентный приток. Это адресам, конечно, что телефоны были отобраны. Почему он решил, что телефоны были отобраны? Потому что в ряде текстов, если мы возьмем очень широкий контекст, есть указание на то, что артистские военные в покинутых жилых помещениях, в покинутых домах, оттуда вносят технику. То есть они не отбирают фактически, да? А то отобрал у жителей Украины это что? Это фактически он его ограбил. Да? То есть непонятно, отобрал он у него, либо он нашел его на заброшенном помещении. Просто у человека чужой телефон. Вот. Вот. Об этом говорят в принципе военные. А дальше адресант говорит, что телефоны были отобраны. Отобраны, отобраны, без информации. Понять невозможно. И насколько эта информация рефицирована, тоже может страдать трудно. То есть вот таким образом я вижу развитие тематической композиции и соотношение отражаемой этой ситуации там или нет. Вы в своем доключении указали, почему вы не приходите к выводу. Это речь идет, когда просто проводите качившими гранами конкретно по системам залпового огня. Вот здесь не указывается, что на 20-70 километров система незалпового огня качившими гранами. Откуда вот мы взяли, что град – это система. Ради, где-то сработало, далекое активное. Нет. Откуда мы взяли, что град, например, это система залпового огня. Для меня град – это природное время. Это звуковой файл. Это звуковой файл. MP4. Правильно? Там кавычки. Как вы это определили? Кавычки. Мне приходилось. Радмем. Инициатор. То есть это же среди. Вот. Я вижу это. Простыми словами. Радмем. То есть раз указал в кавычках, значит, мы посчитали, что это град. И заявление о проведении судебно-эрингвистической экспертизы в связи с тем, что у защиты имеется обоснованное сомнение в компетенции данного эксперта Соколова в связи с его небольшим стажем проведения аэрингвистических экспертиз, противоречивыми и неубедительными, я бы сказал, ответами на те вопросы, которые были сегодня заданы в судебном заседании. Кроме того, сомнения в эффективности данного эксперта имеются и связи с отсутствием материала дела и отказом по сути предоставления экспертам документов, подтверждающих его квалификации, и также у защиты по целому рядом с выводом, которые были сделаны в экспертизе, с сомнением их правомерности. Кроме того, с данным экспертом я сталкивался при гражданском судебном процессе, при котором данный эксперт изготавливал лингвистическую экспертизу для генерала МВД Песерева, и в последующем выводы этой лингвистической экспертизы будут полностью опровергнуты и назначены Сибирской городской судом независимой экспертизой. Поэтому я считаю, что для того, чтобы сделать однозначные выводы имеются ли в тех фрагментах, которые опубликовал и транслировал Румянцев Владимир Александрович в эфире и опубликовал в сети ВКонтакте, в реалии, я считаю, что необходимо провести новую судебную экспертизу, которую поручить в иное экспертное учреждение. Для подготовки ходатайства с вопросами и предложения отложить кандидатуры эксперта или экспертной организации, я просил бы суд предоставить некоторое время защиты и отложить судебное заседание. Уважаемые ответственные коллеги и уважаемые участники по вопросам, что нет необходимости для подготовки вопросов к эксперту, поскольку, значит, страна защиты, Румянцев, они участвуют в первой инстанции. Кроме того, дело у нас отложено со 2 марта 2023 года было достаточно времени, целый месяц почти для того, чтобы подготовиться. Те вопросы, которые необходимы, также, значит, подготовить экспериментную организацию, которую бы желал странам защиты выбрать, и также в письменном виде предложить. Полагаю, что в данном случае основания для отложения здесь т. и здесь они, которые они озвучены, они не являются существенными. То, что сказал эксперт, и в результате Слуфотиту это содержится в самом экспертах заключения, инвестической экспертизы. Ничего нового эксперт полагает не сказал, он просто разъяснил свое заключение. И те вопросы, которые вы подготовили, также на ухотнике по тем вопросам, которые сторона защиты предоставила. Полагаю, что касается диплома, также было время, и в первой инстанции, и сейчас, пожалуйста, можно, как пояснил данный эксперт, диплом, он имеется у его начальника, он его не скрывает, он от общественности не скрыт, что его нельзя посмотреть, пожалуйста, по запросу его могли бы предоставить, если бы такая необходимость была. Поэтому, полагаю, в данном случае, на все вопросы получены ответы, и те ходатайства, которые могли бы заявиться на защиту, она оставит заявить их сейчас, в данном заседании, для этого не требуется много времени для отложения заседания, поэтому я возражаю против отложения заседания, полагаю, что это будет направлено на ответ, а я не могу. Прошу вас об этом решение, судебная коллегия, выслушав мнение участника процесса, предъявила, ходатайство адвоката Тихонова, Сергея Витальевича и в целом стороны защиты, по отложению дела для подготовки судебной экспертизы, по отложению судебной экспертизы, оставили без удовлетворения, поскольку стороной защиты именилось достаточно времени для подготовки судебного заседания. Убедительный провозок по невозможности подготовки данного ходатайства суду непривидимого. В таком случае защита заявляет ходатайство по назначению и по поводу судебной экспертизы. Прошу поставить на разрешение эксперта те же вопросы, которые были указаны следователем при назначении экспертизы и поручить производство экспертизы независимой экспертной организации, например, входящей в виде экспертов-лингвистов адрес, координаты и все, готовы предоставить в течение часа экспертизы. Читая необходимое произведение подготовной экспертизы, через тем, что та экспертиза, которая находится в материалах в делах, не в полной мере соответствует требованию федерального закона. И уже после допроса эксперта это очевидно, что многие выводы являются, мягко говоря, противоречивыми, а в большинстве своем, на мой взгляд, они не отражают объективное то, что имел в виду тот или иной человек, речь которого исследовалось, поскольку эксперты, хоть и декларируется, он прослушивал руковые файлы, видеофайлы просматривал, однако, исходя из того, как он отвечал, он руководствовался только распечаткой, расшифровкой этих данных, которые ему были предоставлены следователем, и тем самым, я считаю, нарушил требования федерального закона по экспертизу деятельности, он должен был исследовать фактические доказательства, то есть именно в том виде, в котором они представлены, материалы делают, в виде аудиозаписи. В связи с тем, что в настоящее судебное заседание у меня нет возможности предоставить более аргументированное ходатайство, я прошу назначить эстертижи, поставить те же вопросы, которые поставил следователь, а шире этим эстеркам. Спасибо.